Прошли две, 91-й и 93-й, только начали восстанавливать народное хозяйство, тут у нас говорят, не, ребята. Что было дальше? Дальше пришли, так сказать, замечательные ребята, которые сказали, все, рыночная экономика, всем привет, переходим на нерегулируемые цены. Ну, я не буду рассказывать, там пропали вклады и так далее, и так далее. Я тогда, вот вы знаете, всей душой и сердцем поддерживал Егора Тимуровича, более того, мы с ним встречались часто, регулярно, и он бывал у меня дома, и на работе мы встречались, и, ну, я не знаю, для вас секрет, не секрет, наверное, он написал в своей книге, что в 93-м году, в октябре, он позвонил мне ночью. Это правда. Сказал Сергей, вот ситуация такая, что сейчас могут начаться крупные погромы в Москве. Мы вот здесь, на Пушкинской площади, если ты сможешь, если понадобится, ты выделишь там тысячу автоматов. Я ему сказал, да. Да, потому что я помнил 91-й год. И в 93-м году это действительно понадобилось, но понадобилось государственным структурам, потому что на Старой площади, куда предполагали пойти те, кто призывался о балконы Белого дома, там не было ничего, там было 4 пистолета Макарова, защищать было, а что было в Останкино, вы помните? Если не помните, поднимите ваши же кадры, ваши же съемки. Вы знаете, я повторение этого не хочу. Вот не хочу, я буду делать все, я думаю, и основное население страны будет делать все для того, чтобы это не повторилось. В хаос, это страшнее, этого ничего нет. От этого пострадают миллионы, десятки миллионов граждан нашей страны. Ведь, если говорить про планы, часть этих планов изложена в послании президента. Это про политику. И они, поверьте, они выстраданы действительно. Проверили, посмотрели, понятно. Теперь, если говорить про планы Владимира Владимировича на будущее, они направлены, естественно, на дальнейшее не только восстановление, но и такой, знаете, серьезный экономический прорыв, который связан с развитием производственных мощностей в Сибири, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитием транспортной инфраструктуры. Если внимательно почитайте, хотя бы, хотя бы, хотя это надо в любом случае сделать такую, наверное, выжимку, чтобы понимать в сухом осадке, что у нас, программу 2020, то вы увидите, что там речь идет и о новых железных дорогах. Если вы посмотрите...